Центр по оказанию правовой помощи при Министерстве юстиции еще в 2013 году разработал социальный проект. Он предусматривает обязательное присутствие государственного адвоката, когда вас задерживает милиция и когда в отношении вас возбуждают уголовное дело. Таких адвокатов по стране уже работает почти 2500 человек, но сейчас вступил в силу второй этап этой самой социальной программы. И более детально о ней нам будет рассказывать директор координационного центра по предоставлению правовой помощи Андрей Вишневский. Он прямо сейчас с нами на связи по скайпу. Андрей, доброе утро. Доброго ранку. Ну вот мы говорили, что сейчас начался второй этап вашей социальной программы. В чем разница между первым этапом и вторым этапом? Антоне, вы анонсовали точки над «и». Я спробую расставить точки над «и». Мне так больше подобаются. И нагадаю глядачам, что с 1 сечня 2013 года у нас в Украине каждый, кто зазнав криминальное переследование и был затриманный за подозрой в чиновении злочину, мае право на адвоката, послуга которого плачула держава. Мы відповедальны, наша служба відповедальна за то, чтобы такий адвокат прибыл до затриманої особи уже протягом двух годин с моменту фактического затримания. Это очень важно, потому что, я думаю, ни для кого не секрет, что еще несколько лет тому мы были свидетелями многих поведомлений, в том числе в прессе, про побитие затриманных людей, за стосование до них тортур, психологического тиска. От, если отвечать на вопрос, что изменилось, то сейчас таких явлений стало меньше. И, безумовно, власне, система безоплатної правовой допомоги и раннее прибытие адвоката, они запобегают этому. Что изменится теперь? С 1 липня поточного года профессийная допомога адвоката также будет надаваться в цивильных и административных судовых спорах, но, в отличие от затриманных, не всем, а лишь социально незахищенным категориям. А вот, что касается этого порядка, то есть, условно говоря, если тот порядок, который действовал с 2013 года, меня задержала милиция, привезла, я потребовал предоставления адвоката, что мне делать, пока адвокат не приехал? Ну, я зазначу, що навіть не треба його вимагати, треба не відмовлятися від адвоката і не погоджуватися, якщо міліція пропонує відмовитися від адвоката. Треба просто його дочекатися, а в цей час в жодному разі не давати ніяких свідчень і тим більше нічого не підписувати. Якщо адвокат вчасно не приезжає, тоді потрібно його вимагати, або, якщо є така можливість, а в принципе право на дзвінок є за законом затриманої особи, телефонувати на наш единий цілодобовий номер 0800-213-103, повідповідомляти своє прізвище і ім'я по-батькові про те, що ви затримані, де ви знаходитеся, і адвокат обовязково прибуде. Спасибо. Андрей Вишневский был с нами на связи, директор Координационного центра по предоставлению правовой помощи.